Всем привет, с вами Галактики, и это Галактические новости, которые я уже давненько не делал, да, последний выпуск был, по-моему, еще на старом канале. Вот, я думаю, надо почаще их немножечко делать, ну, это такие своеобразные подкасты, в которых я рассказываю о новостях канала. Ну, просто не всегда есть что рассказывать, не всегда есть какие-то интересные такие новости, не всегда что-то интересное происходит с каналом, в основном все идет своим чередом, все идет, в принципе, по плану. Вот, но давайте, давайте мы поговорим о насущных новостях, которых набралось уже довольно много. Во-первых, это стримы. Стримы. Моя немного такая болезненная тема, потому что стримы меня немного напрягают. На стримах выкладываешься эмоционально гораздо-гораздо сильнее, чем когда просто тихонечко записываешь себе видео. Но там идет такой интерактив, общение, когда люди не флудят, я успеваю читать комментарии, это все здорово, классно. Стримы мне понравились, вот по языку стримы были просто замечательные, они мне понравились гораздо-гораздо больше, чем те стримы по Майнкрафту, которые у меня были когда-то. Вот по языку стримы были просто шикарные. Может быть, то, что еще и в игре все очень удавалось, неплохо-таки довольно. Но, в общем, не суть. Суть в расписании. Стримы будут пока что, я пока еще на них не забил, не переживайте, как я уже говорил, на этой неделе стримы будут точно, дальше посмотрим. Но! Есть одно но. Меня напрягает сам факт существования расписания. Потому что для меня мое творчество, назовем его творчеством, на Ютубе, стримы, на Твич ТВ, это как хобби. И оно должно приносить мне, как минимум, удовольствие. Если оно не приносит удовольствия, если загонять его в какие-то рамки, в определенные графики, то есть все делать по расписанию, это превращается в работу. В работу, в какую-то ненавистную работу, в которую нужно вот вставать, да, нужно все время думать, вот, блин, блин, не опоздать бы, не опоздать бы на работу, как же, сколько времени, где, где мои часы, вообще, что, когда, уже скоро начнется. А там нужно подготовиться, нужно сделать то, нужно сделать это. Вот, вот, это меня немного напрягает. У меня поэтому нет расписания на Ютубе, потому что, на самом деле, планы могут поменяться. Я могу заболеть, я могу, меня могут загрузить работой. Может, еще какими-то делами, например, по дому, может быть, что-то, что-то найду, какое-то занятие более приоритетное, скажем так, чем стримы. Поэтому, поэтому, как такового расписания пока что я делать не буду. И, наверное, как мы сделаем? Ну, как я сделал вот на первом стриме, как раз, на который пришло больше всего человек, это я делаю, это, наверное, самый идеальный вариант, потому что, даже если делать расписание заранее, ну, вот, как я сделал, на три дня, то на второй и третий день все об этом расписании успешно забывают, и на стрим никто не приходит практически. Вот, поэтому, как только у меня будет стрим, я буду выкладывать видео на Ютубе, что вот, сейчас стрим идет, приходите, смотрите, буду рад всех видеть, а потом, когда стрим заканчивается, я это видео просто удаляю. Так, мне кажется, будет удобнее, потому что те, кто сейчас сидит в интернете, те, кто сейчас сидит на Ютубе, они увидят это видео и придут на стрим. А если делать расписание заранее, как я уже говорил, во-первых, половина людей о нем забывает, и у тех людей, которых не получается, которые сейчас, допустим, не дома, которые сейчас не свободны в данный момент, когда идет стрим, они все равно не попадут на стрим. Заранее я предупрежу о нем или не заранее, то есть, в любом случае, они не увидят его. Поэтому, наверное, самый простой вариант будет, самый правильный, как это делают, в принципе, зарубежные Ютуберы. Они выкладывают просто видео, и те, кто видео это увидят, они придут на стрим. Те, кто не увидят, все точно так же, будут писать и спрашивать, а почему я не предупредил заранее, ну, как это делают люди. И даже тогда, когда я предупреждаю заранее, они все равно пропускают все мои предупреждения, поэтому мы будем делать немножко по-другому. Так будет и мне гораздо удобнее, потому что для стримов главное, чтобы было желание и настроение хорошее. Потому что если нету настроения, то лучше не стримить. На самом деле это будет и уныло и для зрителей, и для самого стримера. Поэтому, когда у меня будет желание какое-то, когда у меня будет настроение, я выпускаю видео на Ютуб и начинаю сразу стримить. Так будет, мне кажется, немного правильнее. Хорошо. Стримы будут, будут три стрима на этой неделе. Ну, я так пока что планирую. Сегодня в понедельник, скорее всего, мы постримим еще Айзека. Да, наверное, вот на сегодня я, в принципе, могу сделать расписание. На пять часов давайте у нас будет Айзек. Как обычно, на пять часов. То есть, в принципе, самое идеальное время это вот пять часов, как мы пришли по моим опросам. Идеальнейшее время для стримов это пять часов. Я буду стараться вот под это время подстраиваться, но обещать никому ничего не буду, а то вы мне потом опять начнете. Вот, ты обещал, а у тебя не получилось. Подумаешь, у тебя там были более важные дела, но ты обещал. Ну, да. Не будем, а грустно. Стримы будут примерно три раза в неделю. Как я уже сказал, может больше, может меньше. Посмотрим. Что я буду на них стримить, зависит тоже от желания, настроения. Пока что Майнкрафта не будет. Тут, можете, да, любители Майнкрафта и не надеяться. Плавно мы перешли на следующую тему. Это вот сборка по Майнкрафту. Пока что сделать такую нормальную, работоспособную сборку не получается. Из-за того, что некоторые моды конфликтуют. И многие моды после перехода Майнкрафта на 1.6, у него поменялась, поменялась его, скажем так, архитектура. И моды теперь, теперь нету папки CoreMods, которая была раньше, куда ставились основные такие базовые моды, да. Теперь только одна папочка с модами. Это, с одной стороны, упростило жизнь нам простым пользователям, нам проще стало собирать сборки. Но, с другой стороны, для тех, кто делал моды, им нужно всё-всё-всё переделывать и делать всё по-новому. И из-за этого многие моды не спешат особо обновляться. И, например, нету того же, может, уже есть, правда, я не смотрел последние несколько дней, тот же MultiMC, которым удобно делать сборочку по Майнкрафту. То есть, он тоже не перешёл на версию 1.6, майно он так на 1.5.2 и остался. То есть, ребята работают, но это всё, на это уходит время. И когда обновятся эти все моды, обновиться MultiMC, это ещё неизвестно. Тот же Thermal Expansion, он тоже отложен в тёмный ящик. И неизвестно, когда он обновится и обновится ли он вообще. Ну, по идее, да, обновится вроде бы как, но в ближайшее время обновление не планируется. Вот. Также есть ещё некоторые моды, которые я хотел бы добавить в сборку, но они ещё так и остались на версии 1.5.2. Плюс, есть в сборке ребята, те, которые скачали, те, которые потестировали, помогли мне, большое им спасибо. Они нашли, на самом деле, огромное количество багов в сборке проблем именно с модами. То есть, например, тот же Project Red, когда почему-то ставишь блоки, они просто невидимые. Любые блоки из этого мода, они просто невидимые. Ну, и некоторые баги мы нашли. Ну, даже не то, что мы нашли, а мне вот ребята сказали, те, которые пробовали эту сборку. Да, и на стриме мы проверили, что таки, да, это вызывает краши клиентов. Тот же, например, электродвигатели с Форестри из-за того, что индастриал-крафтовское электричество сейчас идёт в... Я поставил экспериментальный билд-индастриал, и там электрическая сеть, это она по-новому как-то рассчитывается. И, а движок из Форестри, он работает на старом электричестве, и из-за этого крашит майн полностью. И в мир мы уже зайти не можем, где стоит такой электродвигатель. Вот. А это очень-очень большие проблемы, потому что никогда не знаешь, где эта проблема вылезет ещё таким боком, и не крашнет твой мир полностью, и летсплей не запорится на этом, да, и ваша игра, допустим, часы, потраченные на строительство, на развитие, не уйдут просто коту под хвост. Это неприятный момент, и поэтому пока что... Плюс тот же Galaxy Craft, который меня многие просили поставить, я его поставил, а он крашит клиент точно так же, как и движки из Форестри. То есть мы ставим солнечные панели, допустим, из Galaxy Craft, и всё. Краш идёт полнейший. И в игру мы уже зайти тоже не можем. Причём мне писали люди, что не только солнечные панели, а и другие какие-то блоки из Galaxy Craft, они тоже полностью крашат наш клиент. Потому что там... Ну, я не знаю почему, но я догадываюсь. Потому что Galaxy Craft построен на Universal Electricity на моде, и, может быть, он тоже как-то конфликтует с индастриалом, с новым индастриалом. Ставить старый индастриал как-то, ну, не хочется, если честно. Поэтому... Плюс ещё тот же, тот же, тот же, тот же, тот же Моу Кричерс, который из-за того, что раньше часть Моу Кричерса ставилась... Ну, дополнительные вспомогательные моды ставились в папочку Core Mods, а теперь этой папочки нету, и автор вот этого вспомогательного мода, он не обновил свой мод, а какая-то неофициальная версия этого мода появилась. Ну, и якобы в Моу Кричерс написали, что поддерживается Minecraft 1.6.2, но на факте мы видели, как это всё работает, как Моу Кричерс спаунит в огромном количестве животных, ну, что-то, что-то, что-то там всё-таки было не то. Причём, то он их спаунит в огромном, дичайших количествах, то не спаунит вовсе мобов. Причём настройки тоже там я крутил, и разницы какой-то сильно не заметил. Поэтому пока что мы на сборку забили. И... Ну как забили, не то чтобы забили, ждём обновления некоторых модов, я, да, ещё попробую что-нибудь покрутить, но в ближайшее время надеяться на сборку смысла нет. Ну вот. Тем более сейчас, через 23 часа, через 22 часа, по-моему, по моему сейчас времени, выходит, по идее, Rome Total War 2, да, и я думаю, я ненадолго займусь им, и мне будет не до Майнкрафта, поэтому любители Майнкрафта вы уж извините, но не Майнкрафтом единым, как говорится, есть игры, которые иногда гораздо интереснее Майнкрафта. Поэтому, да, мы будем играть в Rome Total War, будем играть, наверное, много, но посмотрим. Я просто не сильный стратег, скажем так, и мне серия вся эта очень-очень нравилась, и я играл с самой первой части, с самого первого Сигуна, да, но я бы не сказал, что я там великий, великий мастер стратега-тактик, поэтому не знаю, как будет интересно ли вам смотреть на мои нубизмы, или не будет интересно смотреть, посмотрим. Может быть, на самом деле, будет точно так же, как и с Айзеком, поначалу будут первые видео, я буду жестко тупить и нубить, а потом я стану супер-про, и буду всех тащить. Посмотрим. Ну, это, конечно, я немного утрижево насказал, но всё же, что-то в этом таки есть, если посмотреть первые серии Айзека и последние. Вот. Дальше, дальше, что мы идём? По поводу Айзека давайте сразу тоже. Айзек будет, Айзек никуда, это великолепная игра, я буду его дальше снимать, не надо меня спрашивать, что будет дальше, когда я возьму Платиного Бога, я Платиного Бога возьму ещё очень нескоро, поэтому до тех пор, я думаю, мы поиграем. Ну, мы будем в него играть, пока, не знаю, у меня вот не пойдёт такая жёсткая полоса неудач, хотя, я думаю, вряд ли она пойдёт, прям такая жёсткая, потому что, в принципе, если мы даже Евой дошли на стриме, до Айзека, по-моему, мы дошли, да? Если я не ошибаюсь, я уже не помню, ничего не помню, память плохая, ничего не помню, то, в принципе, я думаю, дальше всё будет вполне хорошо. Мы последнюю концовку уже открыли, да, поэтому дальше осталось просто открывать все предметы, проходить другими персонажами, ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, я в любом случае прекращать играть Айзека не собираюсь пока что. Дальше. Симсы. Меня многие спрашивают до сих пор по поводу Симсов, хоть я и говорил, показывал в последней серии, что в Симсах полно багов, в этой сборке, точнее, даже не в конкретной этой сборке, а в любой сборке, в лицензионной, не в лицензионной, там полно багов, то есть, если там стоит много дополнений, то там полно будет багов. Во-первых, сама профессия, которой я собирался посвятить весь мой летсплей, это Охотник за привидениями, да, она сама забагованная. Поэтому в забагованную игру у меня нет никакого желания играть, оно только портится мое настроение, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не буду. Вот. Может быть, мы вернемся когда-нибудь к Симсам. У меня хомяк подарил, хомяк, спасибо тебе, хомяк подарил, да, лицензионных Симсов, оригинал и одно дополнение, и там парочку, парочку этих, комплектов, наборов предметов. Но, там как бы всего мало, играть тоже как-то пока что не хочется, но может быть, это только пока что. Может, в дальнейшем мы еще поиграем. Здесь тоже пока что говорить не стану. Может быть, будем, может быть, не будем. Конкретно заявлять ничего не буду. Дальше. Dark Souls. Те, кто смотрел Dark Souls, заметили, что я перестал выпускать видео по Dark Souls, потому что тоже на него тратилось довольно много времени, а не на перепрохождение, на неудачные попытки, на все вот эти. Очень много времени и нервов оно сжигает. А смотрят его очень-очень мало, даже меньше, чем тот же Fallout New Vegas. Поэтому пока что мы его отложим. Я не спорю, может быть, мы тоже к нему вернемся попозже. Ведь игра-то действительно интересная и стоящая. Это уже тут без сомнения. Если Sims, скажем так, на любителя, то вот Dark Souls это действительно сильная игра. Может быть, когда там вторая уже будет подходить, мы быстренько вернемся к первой, да пройдем ее. Посмотрим. Дальше. Don't Starve. Та же самая ситуация. В последней серии я говорил о том, когда будут следующие серии Don't Starve, и будут ли они вообще. Люди, видимо, не смотрели последнюю серию, продолжают меня спрашивать, когда Don't Starve. Но зачем спрашивать, если вы не смотрите? Где логика? Я не понимаю. В последней серии я конкретно сказал, что следующая серия Don't Starve будет, когда там появится новый персонаж. Этот Крампус. Как его там будут звать, я не знаю. Но там черт уже в заготовках есть. И как только он появится, я им попробую поиграть, и тогда будет Don't Starve. До тех пор, пока он не появится, я в Don't Starve играть пока что не планирую. Тут я в него наснимал огромное количество серий. Я не знаю, в Майнкрафт только столько мог наснимать. И то, потому что там куча разных модов, а тут одна игра, считайте. Ну, как-то пока что больше у меня нет желания играть в Don't Starve. Да, там есть моды, там сейчас подключили Steam Workshop, все дела. Но я не очень люблю моды в Don't Starve. Я не знаю, почему-то так вот сложилось. Но в Don't Starve у меня нет желания ставить моды вообще никакого. На самом деле я точно так же думал когда-то про Майнкрафт, пока не узнал о нормальных модах. Но в Don't Starve пока что я моды ставить не хочу и с модами играть тоже не планирую. Да и тем более, в принципе, его тоже не так-то много людей смотрят, поэтому я не вижу смысла пока что играть. Если и у меня желания как бы нет, и людей его смотрят мало. Такой смысл. Что у нас дальше? Дальше по плану... Borderlands. Borderlands, Borderlands. Borderlands. Тоже сегодня выходит, ну вот завтра, выходит новая DLC, которую я, в принципе, планирую купить. Оно позволит качаться до 72 уровня. Это еще дополнительных 11 левелов. Оно внесет кучу разных новых айтемов и какую-то локацию. Мне кажется, это будет опять какая-то арена или что-то типа такого. Какая-то мелочь с одной локацией, которая мало кому понравится. Но в любом случае, это дополнительные 11 левелов, это новая сложность. И это интересно. Потому что на самом деле, чем я сейчас пытаюсь прокачать, допустим, нового перса, играя на первой сложности, это настолько уныло по сравнению с тем, что идет на второе и третье. Это просто не передать. Потому что вся игра раскрывается, наверное, вот, скажем, со второй сложности она начинает раскрываться. На третье становится самым... На максимальном левеле эта игра становится интересной, действительно. Она становится более драйвовой, более динамичной, когда и мобы начинают умирать быстро, и ты точно так же быстро умираешь. Это вот здорово. Она так... Хорошо. Заряд бодрости такой идет от такого геймплея. Вот. Но есть не совсем приятные моменты. Во-первых, мне кажется, что DLC выйдет на английскую версию, а русская версия... Потому что вышло обновление 1.6, и оно вышло только на английскую версию. На русскую версию обновление 1.6 так и не вышло. И это все как-то очень печально. Я не понимаю, зачем разработчики так делают, но они просто показывают, что вот срать мы хотели на все русскоязычное сообщество. Во-первых, сделали им резервацию. И... Как это они еще додумались? Дать еще и всем русскоязычным игрокам, кто купил в Steam Borderlands, да? А еще и английскую версию. Они не планировали изначально этого делать. Вот. Но... То, что даже дали они нам эту английскую версию, это... То есть, да, мы можем поиграть на патче 1.6, но при перескачках, при скачках вот этих вот между русской и английской версией, волшебным образом теряются вещи некоторые. Я уже так потерял, наверное, штуки 3 или 4 Magic Missile, вот этих вот сочненьких, которые шлакуют очень хорошо и делятся на 2 гранаты. Великолепная граната. Ну, мод для гранат. Но, да, это все очень неприятно, и тоже как-то вот, когда теряешь какие-то вещи красивые такие, интересные, то... Немного портится настроение и желание играть дальше в эту игру. Поэтому, я не знаю, посмотрим, как выйдет это DLC, будет ли оно сразу в русской версии, или будет только в английской версии. То есть, это тут тоже много вопросов, и пока что тоже неизвестно, как сразу мы начнем снимать новые DLC. Но, в любом случае, точно так же было, по-моему, с мехроманткой, да? Мехроманткой можно было играть, начать, в английской версии, а потом она только появилась в русской. Какая-то у них политика такая неправильная. Посмотрим. Я думаю, мы сейчас просто пройдем быстренько еще одно дополнение, быстренько по сюжетке, да, DLC, точнее, про безбашенный кратер безбашенности. Там сочные пушечки выпадают, которые, в принципе, к Ригу моему пригодятся. А дальше посмотрим. Я думаю, это не займет у нас больше пяти серий. Может быть, я по несколько серий в день повыкладываю, чтобы быстрее мы добрались до нового DLC. Но только в том случае, если оно будет на русской версии. Потому что на английской версии играть как бы можно, без проблем, да? Но как-то хочется видеть родные буковки. Как-то приятнее играть в русскоязычную версию, как ни крути. Хоть в английской все понятно, в принципе, да? Там озвучка остается английской. В принципе, все равно. Хочется читать название шмоток на русском языке. Но все, не суть. В принципе, об этом тоже рассказал. Да, забыл сказать довольно интересной новости, скажем так, по поводу фритуплейного канала. Я его закрыл вчера. Уже некоторые люди заметили, начали спрашивать. Да, некоторые люди, это один человек. Начали спрашивать, почему я его закрыл. На самом деле, во-первых, потому что он по большому счету не пользовался особым спросом. На него подписалось довольно мало людей. Если так брать от общего числа подписчиков на основном канале, то на тот канал перешло довольно мало людей. Может быть, тематика не самая интересная, я не спорю. Может быть, еще что. Но в любом случае, может кто-то просто видео пропустил, и не знает даже до сих пор об этом канале, который я уже закрыл. Ну, это не важно. И умные люди мне в комментариях писали, что это лишняя морока, которая никому не нужна с перезаходами на дополнительный канал. Это не нужно. Никому проще сделать на основном канале отдельную рубрику. Но тогда я не послушал. Тогда, когда идея какая-то приходит, и кажется, что вот она, наверное, хорошая, все-таки может быть лучше, отдельный канал было сделать, и все такое. Но не всегда идея оправдывается. И, в общем, в последнюю неделю я на тот канал просто не заходил, и так вот я подумал, раз я тут-то не захожу, да, видео иногда заливаю, там, тоже раз в неделю, и потом не захожу неделю. Ну, зачем вам надо этот канал тогда? Вот. Тем более просмотров там не так уж много по тех видео было, те, которые я новые заливал. Поэтому я его чертям удалил, никакие видео я никуда перезаливать уже не буду, они безвозвратно исчезли. И, да, перезаливать я их не стану на этот канал, потому что уже просто даже не смогу. Да, и не нужно оно. Я думаю, мы, да, сделаем там стримчики какие-нибудь, может быть, по танкам, может быть, по World of Warplanes, или еще по чем-нибудь, что-нибудь такое веселенькое. Ну, и фритоплейную тематику, я думаю, мы позаписываем еще, но буду выкладывать на этом канале. Может быть, какие-то фритоплейные выходные сделаю, или еще как-то обыграю эту рубрику, или, может быть, просто будет серия игр по... серия видео по фритоплейным каким-либо играм. Посмотрим. Вот. Ну, и на этом, я думаю, вроде бы я все рассказал, подкаст и так уже очень сильно вроде бы как затянулся, и я думаю, пора заканчивать.